Какое слово по моим? Жармин Владислав Николаевич. Год рождения? 17 июля 1966 года. Семья? Семья, есть дети. Детям сколько лет? Ну, у меня еще от первого парка есть. Всего у меня четверо детей, один из четверых приемных. Пола много? Ну, по стандартам сейчас это много уже четверо детей. То есть вы у меня не один отец? Можно так сказать, да? Можно. Был сам родом? Из Тбилиси. Родились в Тбилиси, да. А вы проживаете? Проживаете в Москве. Но гражданство русское? Российское. Извините, российское гражданство. А контракт не так? Да. А когда контракт пошли? Контракт подписал 1 июля этого года. 2022? Да. Когда за все время? Числа 3 или 4 июля. А должность? Должность. Гранатоменчик. Почему подписали на Марту? Ну, там на самом деле несколько причин. Одна из которых я своих детей всегда воспитал в духе патриотизма, любви к своей стране. Ну, это была одна из причин. То есть идеологически вы пошли, да? Ну, можно и так сказать. А еще другие причины? Ну, скажем так. У меня, в последнее место работы, где я трудился, оно было связано с важнением машины. Вот. А из-за совершенной ерунды меня лишили прав, соответственно, заработка. Ну, и пока я трудился на последнем месте работы, мы хватало штрафов. Угу. Есть такое слово «Белогоровка». Белогоровка, да. Да. В Херсонской области. Где, например, нам. В четырех-пяти километрах в лесополосе. А знаете сколько? Я был ранен. Я был ранен. Потребился отзнать. Это был дваждый контужен. Первый раз отлетело нашего же танка. Вот. Когда я пришел в себя. В этот момент. Меня, собственно, вызвали. Коммунировал в нем направил. В первом звуке. Там был трехсот лет наш. Нужно было его перевязать. И подготовить к эвакуации. Но когда я перевязывал, получил первую карту. И почувал с раненой. Потом. А когда пришел в себя. Поднялся. Без ранения. В этот момент. А. Прилетел. Выстрел из подствольника. Меня ранило. Я потерял сознание. Когда пришел в себя. Уже. Наш. Ротный санитар. Перевязывал меня. Обрабатывал рану. Ну. Это все. Шел бой. И он меня уложил в нишу. Чтобы мне еще раз не прилетело. Я дважды приходил в себя. После потери сознания. И когда в третий раз пришел в себя. В этот момент. Уже. Сидели. Солдаты. В СЛУ. А. В Херсонскую область. Заходили с территории Крыма? Я не понял. В Херсонскую область. Откуда заходили с Крыма? Нет. А как? Заходили через Ростов. Окей. Мариуполь. Проезжали Мариуполь. Херсон. Это Мариуполь уже был под российским контролем. Да? И Мариуполь. Херсон. А вот. Вы говорите идеологически. Да. С деньгами все понятно. Но. Вот у меня вопрос. Да. Вы же знаете там чувака. В России есть. Да. Вот. Чем вы отличаетесь от ЧВК? Вы тоже пошли за деньги воевать. ЧВКшники тоже воевают за деньги. Это частная военная компания. Ну то есть можно другими словами назвать, что вы наемник за деньги? Да. Просто в структурах Минобороны РФ. Да. Совершенно верно. Это не ЧВК. Это 20-я от Рент-Барс. Угу. 49-я армия, 20-я от Рент-Барс. Собственно, через него я и попал. Ну у меня вопрос. То есть вы, грубо говоря, наемник. За деньги пошли. Это один из как бы, ну мы сейчас поговорим о идеологическом моменте. Ну вы просто пошли убивать украинцев. Грубо говоря, были согласны убивать украинцев, чтобы решить какие-то свои финансовые проблемы, в том числе за деньги. Ну это не совсем так. Мне 56 лет исполнилось, уже когда я был в Херсонской области. 17-го числа. Угу. И я объяснил руководству своего батальона, что я уже достаточно взрослый дядя, бегать с гранатом, с автоматом уже тяжеловато. Но выполнять функции санитара я вполне могу. Ну медика. Я, собственно, был медиком второго взвода, второго отделения. И, собственно, именно потому что я был медиком, побежал на вызов в другой взвод. Там, собственно, меня ранили. И по этой причине я и попал в плен. У вас есть медицинское образование? Нет. У меня есть психологическое образование. Но я всю жизнь занимался спортом. Угу. С медициной имел тесный контакт. И, поскольку занимался спортом, могу сам себе делать уколы. Ну и вида крови не боюсь. А, стреляли из граната? Нет. Ну, на полигоне стрелял, конечно. Вы мне не дали ответы на вопрос. Вы же наемник. По факту, да. Просто в структурах за деньги пошли. Ну, воевать. Все дело в том, как вы формально формулируете. Это относится к контракту я подписывал с министерством оборудования. Да. Поэтому я уже не являюсь наемником. Да. С формальной точки зрения, да. Но если взять за деньги, чувака воюют за деньги. Ну, я, тем не менее, не отношусь к чувакам. Ну, функционал почти тот же. Деньги и воюем. Ну, вы не пускаете из виду идеологическую причину. Хорошо. Давайте поговорим о идеологическом. Для вас это что? Первая и главная причина, по которой пришел это выступление моего президента 24 февраля, когда он объявил на начале специальной военной операции. Я понимал, что я никак не попадаю. Потому что было ограничение 45 лет. Угу. 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 от ограничений. Видимо, потому, что достаточно большое количество опытных людей, которые... Я служил в 84-м, 86-м году в Советской армии, в десантных войсках. Прошел должности наводчика, оператора, командира отделения замка взвода. Потом меня разжаловали, сделали гранатометчиком. Если сравнивать, например, с ребятами из Луганска и из Донецка, которых, к сожалению, брали прямо на улице, или с работой забирали, и часть из которых вообще оружие в руках не держала. Я в сравнении с ними, ну, человек более опытный. И именно по этой причине возможно, были сняты ограничения по возрасту, чтобы часть людей, которые имели общение с оружием... Я в прошлом также служил в ОМОНе, в уголовном розыске, в криминалке по разбойным грабежам. Сказать, что я совсем неопытный человек, про меня нельзя. точно так же, как и про множество других людей, которые посчитали возможным пойти по призыву президента для участия в специальной военной операции. Хорошо, идеологический момент какой. Ну, призыв президента был, да? Призыве президента было, что это спецоперация. Для вас это спецоперация или война? Вот лично для вас? Ну, по факту, это уже война. По факту. Вы шли на войну, вы были, как бы, понимали это, что в июле вы заходите на войну, это уже не спецоперация. Это уже я потом понял, что это уже война. Изначально я шел на специальную военную операцию. Хорошо. Целью специальной военной операции была, как там было сказано, деноцификация, да? Там было три причины. Да. Значит, восстановление территориальной целостности Луганской и Донецкой областей, деноцификация и демилитаризация. Хорошо, давайте разберем. Давайте. Восстановление территориальной целостности Донецкой и Луганской областей. Донецкая и Луганская областей — это что? Значит, когда-то в Донецкой и Луганской области были территории Украины. Когда-то, это когда? 2014 год, да? Да. Хорошо. А для кого это была территория Украины? Для жителей Украины. Ну, конечно, для всего мира. Донецкая и Луганская области — это Украина до сих пор. И для Украины это до сих пор Украина. Ну, то есть мы же не живем в лесу, правда, где медведи бегают? Есть какое-то международное право, правда? Которое обязано чтить страны мира. Ну, есть какая-то конструкция безопасности мировой, правда? Ну, если рассуждать по вашей логике, то Косово — это часть Сербии. Но, однако, его НАТО отторгло от Сербии. И теперь он называется Косово как бы отдельно. Как НАТО отторгло? Ну, как? Когда попытались, когда Югославия, точнее, Сербия пыталась восстановить свою территориальную целостность. Какую территориальную целостность? Как Сербия? Косово относилось, Косово входило в Сербию. Да, да. Этнически кто там проживает? Да. Большинством? Косовары, насколько я понимаю. Это сейчас они называются, Косовары, но этнически. Албанцы? Я просто этот вопрос... Для меня вообще этнические вопросы достаточно сложный вопрос. Да, они сложные, хорошо. Сербия... Вы говорите, может быть, про религию? Нет, я не говорю про религию. Если мы будем говорить... Югославия распалась, правильно? Да, совершенно верно. Сербия с какими странами воевала? Воевала? Да. Насколько мне известно, боевые действия проходили и в Косово, и с какой-то одной и двумя еще бывшими республиками Югославии. Да. Башня Муковара. Знакомы? Башня Муковара. Бои под Муковаром. Ну так, я просто... Ну хорошо. То есть сербы воевали, да? Что они хотели? Восстановить свою целостность. Какую целостность, если это было? Ну то есть, какую целостность? Сколько было в Югославии стран? В Югославии. Вот Югославия разделилась, да? Ну, Сербия, Черногория, Косово. Косово. Что? Может, Хорватия? Хорватия. Хорватия. И еще одна или две республики. Я сейчас просто из-за контузии, я, к сожалению, сейчас некоторые вещи плохо вспоминаю, к сожалению. И? Напомните вопрос. Сербы, вы говорите, что хотели восстановить. Да. Ну, то есть, хорваты хотели жить отдельно? Хотели жить отдельно, да. Почему здесь сербы? Ну, потому что было единое государство. Точно так же, как Россия хотела восстановить свою целостность, там, в лице, например, Чечни. И она ее восстановила. То же самое пыталась сделать Югославия со своими... Постойте. Чечены – это русские? До Советского Союза никакого государства не было. Была Чечня, точнее, жили чеченцы, ингурши. В советское время называлась Чечено-Ингурская автономная республика. А до Советского Союза? До Советского Союза по Северному Кавказу было огромное количество этносов, которые жили более или менее обособлено. Но государств таковых у них не было. То есть, я правильно вас понимаю, в вашем видении Советский Союз сдал государство этим народам? Совершенно верно. А украинцам тоже выходят, что ли? Я не понимаю. Разве было до Советского Союза государство под названием Украина? Украина была разделена между разными странами. Совершенно верно. Народ такой, как у Украина был, был украинцем. Назывались они малорусами. Я первый раз такое слышу. Это русские называли украинцев малорусами. Мы сейчас очень далеко залезем. Нет, ну вы сами меня тянете в это. Хорошо, хорошо, но вы говорите Советский Союз. А Сибирь – это что? Сибирь – часть Советского Союза и часть Российской Федерации. Она когда была присоединена к России? Сибирь? Да, к Москве. Ну, Сибирь присоединялась достаточно долгое время. Началось это все еще при Иване Грозном. Ну и потом, собственно, вот так. Я вам просто делаю пример, куда мы можем зайти. Что мы сейчас останемся только с Москвой. Ну то есть мы, вот, мы лезем, вы просто лезете в дискурс, что я вам сейчас докажу, что России как такой страны вообще не было. Понимаете, о чем я говорю? Я очень хорошо понимаю, но вряд ли вам это получится доказать. Я вам докажу. Хорошо, давайте. Я вам докажу. Кто основал Москву? Ну, вроде как Долгорукий. Долгорукий – это кто? Один из московских князей, один из российских князей, русских князей. Орудия – нет. В России тогда еще не было вообще. Это внук кого? Я не расслышал. Это внук кого, Юрия Долгорукий? Напомните. Мономах, кажется, или нет? Возможно. А Владимир Мономах – это кто? Кто же один из русских князей? Нет. Киевский. Так выходит, что русские походят от украинцев? Киев был не единственный центр на России. Стоп. Киев – центр Украины. Киев – мать города у русских. Да, есть такой. Украина дала начало. На тот момент термина «Украина» вообще не было. А термина «Россия» не было? А? Термина «Россия» не было. Когда стала Россия? Россия? Собственно, Россия – это немножко измененное слово «русь». Кто это говорит? Это русские только говорят. Ну да. Больше никто. Киев – мать города у русских. Киев – центр. Это колыбель всего. Ну, и выходит, что украинцы атаковало бель для русских? Кроме Киева было еще несколько других центров. Какие? На Руси. Ну, например, Владимир. Ну, например, Суздаль. Ну, например, Великий Новгород. А центром что было? Это были княжества удельные, да? Но центром все равно что оставалось? Какое-то время центром действительно был Киев. Долгое время. Ну, давайте, я вам просто… Это просто пример для вас, куда мы можем зайти, да? Если будем так лезть, да? За большим. Вот. Международное право, которое должны исполнять, да? Вы говорите идеологической Донецкой области, часть Порт-Луа – это для нас. Донецкой и Луганской областей, да? Хорошо. Крым. Да, вот. Крым. Зачем было забирать? Ну, потому что Крым всегда, исключая там с 91-го года, он относился к Украине. Но мы же хорошо знаем, каким образом Крым стал украинским. Хрущев подарил своему зятью, решил сделать ему подарок. И Крым поменял прописку, что называется, перестал быть. Ещё раз. Мы снова будем возвращаться в историю. Есть международное право, которое Россия как бы подписалась, обязалась исполнять. Правильно? Территориальное, ну то есть суверенитет. Мы сейчас снова возвращаемся к этому нарративу о Хрущёве. Я могу вас ещё дальше закинуть. Коренное население кто? В том числе турки-сельджуки. Крымские татары. Крымские татары, хорошо. Что, ещё бросимся дальше типа? Международное право. А раньше Крым как назывался? До того, как... Он... Крымские ханства. Он до этого назывался Таврии. А это когда? Ну, в столетии, назовите меня. Нет, послушайте, я вам просто делаю пример, куда мы откатимся с этим всем. У вас только один пример. Хрущёв. Я вам говорю, коренной народ кто? Крымские татары. То есть Хрущёв к нему имеет такое отношение, как не знаю, как я к вам. Ну, крымские татары там появились в те времена, когда Турция набрала силу и когда завоевала Крым. Это коренное население. Это коренное население Крыма. Какие пурки? Коренное население... Было Османская импария, было Крымское ханство. Совершенно верно. Это дверь... А до них кто был? До них были греки и славяне. Правильно. Так я вам просто говорю, при чём здесь Хрущёв? При чём здесь Хрущёв? При чём Хрущёв, при том, что всё-таки до того, как он передал Крым Украине, он был российским. До того, как Крым стал турецким, благодаря Османским завоеваниям, он был засолён в основном побережье греками и славянами. Я вам стараюсь объяснить, что исторически Крым занимал разный статус. Да, ну вот, мир живёт по каким-то правилам, да, мы же не живём в 17-м столетии, или Россия живёт ещё по правилам 18-го и 18-го века. Есть международное право. Правильно. Да. Страны обязались не нападать. Правильно. Было разделение. Правильно. Эта территория туда, эта территория сюда. Правильно. Все как бы подписали. Правильно. Все обязываются. На фига забирать Крым после этого. Какая ещё страна в мире просто приходит и забирает, кроме русских? Я не знаю, какая ещё страна в мире забирает, кроме русских, но на тот момент, когда Крым стал российским, был проведён референдум. В кавычках. Ну почему в кавычках? Там не было произведено ни одного выстрела. Не пострадал, насколько я помню, ни один украинский военнослужащий. А знаете почему? Почему? А я был в Крыму. Просто там очень много русских было военнослужащих, которые приехали в другую страну, которая была Украина. Без шеврона, без ничего. Почему русские, как злодеи, переехали без шеврона? В чём проблема была? Так называемые зелёные человечки, которые вышли в историю. Но это случилось потом. А чем поначалу? А это было до референдума, я там был. Да, согласен, до референдума. И зелёные человечки выходили с автоматами и пулемётами на улицы Крымские? Выходили, согласен. Для чего? Ну до того, как они появились, народ Крыма, проживающий там, выразил желание. Как он выразил желание? Тем, что они собрались на улицах, вышли изъявлять свою волю. Что мы хотим вернуться в Россию. А это весь народ Крыма говорил? Ну, по крайней мере, то, что я видел. По телевизору? По телевизору прямые вещания. И какой у вас любимый журналист? У меня нет любимых журналистов. Я как бывший оперативник, ну и вообще как человек хорошо читающий, я всегда стараюсь собирать информацию из разных источников. На телевизору вы верили? В том числе. Потому что я общался с людьми, которые проживали в Крыму, активно использовал интернет, смотрел соцсети. Хотите главное, да? Вот когда вы говорите о референдуме, да? Вот на референдуме должна быть какая-то квота, чтобы он был действителен. Конечно. Я вам историю рассказываю. Я работал с иностранными журналистами. Аксенова, знаете, кто такой? Конечно. Я с журналистами иностранных подхожу к Аксенову. Вот это лично было. И они задают вопрос. Господин Аксенов, а какая квота на референдуме? А он говорит, у нас квоты нет. Вот я это лично слышал. Иностранные журналисты смотрят и говорят, в смысле нету квоты. Ну, то есть, понимаете, как этот референдум проводился? Ну, начнем с того, что... Понимаете? Это ваши слова. Было ли там... Послушайте, вы не можете верить, можете мне не верить. Вот. Аксенов стоял передо мной, как вы... Вот сейчас мы сидим. Я это слышал своими ушами. Ну, вы можете мне верить, не верить. Он сказал, у нас не... Нам не нужна квота. Я понял. Но по факту-то получилось, что за референдум проголосовало, дай бог памяти вспомнить... Плюс 90. Да, 90... Что-то такое. Ну, вы же понимаете, для Аксенова, для которого не нужна никакая квота, ну, то есть, все, если это вы говорите, это должно все быть легально, правильно и так далее, когда проходят выборы. Должна быть какая-то квота прихода, правильно? Ну, должна. Вы же понимаете, для человека, для которого нет никакой квоты на референдуме, это значит, что там можно было писать цифру хоть 120. Ну, это же абсурд. Да. По факту, там проголосовало 90+. И для меня этого вполне достаточно, чтобы было понимание, что народ Крыма изъявил желание присоединиться к России. Для меня это... То есть, для вас это не аргументы и так далее. Ну, то, что я говорю. Ну, по факту... По факту же... Вы понимаете, голосование проходило под пулеметами и автоматами. Вы знаете, что там говорили, для чего эти русские вот тогда войска? Защитить от чего? На тот момент, насколько я помню, было масса попыток диверсионных групп, их проникновение на территорию Крыма. Я вам скажу про одну попытку, про которую говорила вся... Этого её не было, да? Вот это просто как комедиклаб можно было смотреть по телевизору. То, что вещала русская пропаганда. Знаете, что все говорили? Что должен приехать поезд с бандернцами в Крым. Да. И никак не доезжал. Ну, а знаете, почему он никак не доезжал? Знаете, как мы ехали в поезде были? Это, мне кажется, где-то... Это уже на Донбассе. Вот, заходит, вот это как бы там ополчение, или с самого ворона было. Ну, и там едут тоже, ну, люди старшего возраста, и заходят, там два ПК такие заходят, и говорят, правосеки есть? Знаете, кто такие правосеки, да? Правый сектор. И бабушка, кажется, не послушала. Что-что, мальчики? Дровосеки? Какие дровосеки? Вот так это все происходило. Вот пропаганда и так далее. Вы были на месте. Некоторые вещи вы знаете лучше, чем... Да, да, да. Я вам просто объясняю, как очевидец. Я не оспариваю. А знаете, есть еще такое выражение? Оно, я сейчас не отношу его прямо к вам. Он говорит, как очевидец. Я что имею в виду? Что порой, когда что-то происходит перед очевидцем... Хорошо, другое. Если вы мне, ну, типа, не верите, что я там... Я не могу иметь фото Захарченко? Конечно, любой человек может иметь фото Захарченко. Откуда? Из соцсетей, из интернета. Не, ну если он там не был. Откуда фото у меня Захарченко? Вы мне не верите, что я там был. Я не знаю, откуда у вас может быть... А у меня, потому что я там был. Меня просто сняли на баке. Он когда еще был живой и только появился. То есть я там реально был. Так я не сомневаюсь, что вы там были. Вы журналист. Я так понимаю, вы активный журналист. Поэтому вам находиться в Крыму самое место. Хорошо. Что вы хотели сказать? Вреды не краснели или как? Как очевидец вы сказали? Это выражение, ну, оно чисто перстое. То есть когда человек, например, является очевидцем чего-то, событие, которое перед ним происходит, оно либо укладывается в его кальку представление о том, как это должно, либо не укладывается. И вот если оно не укладывается в его кальку, он его трактует, будучи очевидцем, по-другому. Ну, просто потому что, скажем так, его фильтры не пропускают. Хорошо. Вы опер, да? Ну, то есть вы бывший опер, да? Ну, это как бы такая специфическая должность. Ну, то есть люди должны разбираться в людях, да? Вот вы меня чувствуете, да? Вот мы сидим, как нам и говорим, правильно? Ну, как бывший опер, да? Ну, я хороший журналист. Ну, скорее всего, да. Вы уж извините, я осторожно говорю, потому что я вас вижу раз в третий, может быть, четвертый, и на вашем интервью побывало несколько человек. Ну, опять же, от вас. И от моих товарищей по несчастью, я слышал, что как бы ваши видео имеют определенную популярность на Ютубе. Поэтому я по вот этим косвенным причинам могу судить, что много... Ну, вы же слушаете, что я говорю, да? Какие вопросы ставлю, да? Ну, вы же опер, вы должны разбираться как бы в людях. Вот ваше мнение, да? Потому что там многие иногда есть комменты, что я там... Вот что они могут сказать, они там в плену и так далее. Ну, то есть вопросы. Ну, меня по голове, по крайней мере, никто не бил, не до, надеюсь, что и после никто по голове бить не будет. Не будет, да. Не переживайте. Хорошо. Хорошо. С этим мы как бы определились. То есть... Ну, я понимаю, что вот там Донецк, Луганск, международное право, Крым это все до лампы. Ну, вот Россия, это фактически других стран вы не назвали. Ну, то есть я такой summary делаю, как бы подытоживание. Да? Да, вот мы с этим вопросом разобрались. Переходим к геноцификации. Да? Нацики есть? В Украине? По порядку. Давайте. Я ни одного нацика не видел. Теперь давайте определимся с тем, что такое нацик, да? Да. Естественно, ни один нацист в здравом уме и памяти не будет ходить в нацистской форме по Украине. Хорошо. Даже если у него будут наколки, например, на шеи, там, вот, эсэсовские, там, молнии, это еще не указывает на то, что он нацист. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь были факельные шествия на Украине, с которой в вечернее время, там, или в ночное время, я уж точно не помню, ходили люди, причисляющие себя к нацистам. В смысле? Да факельные шествия у нас есть, вот, если говорить, день рождения, стоп, стоп. Факельные шествия, это признак нацизма? Нет. Само по себе, факельные шествия, как таковое, нет, не признак нацизма. Но если люди, одеты соответствующим образом, каким, где используется форма времен Второй мировой войны, это в Украине было? Ну, я сейчас точно не вспомню, но это точно было в трех или четырех городах Украины. То есть, собственно, вот, несерьезно сейчас очень интересно. Хорошо, мы разобрались, факельные шествия, это не признак нацизма. У меня нет сейчас ни ноутбука, ни компьютера, я не могу вам продемонстрировать. Хорошо, вот, факельные шествия, да, в Украине есть факельные шествия, но мы здесь, как бы, вы говорите, что факельные шествия, это не признак нацизма, правильно? Чистое факельное шествия, люди в гражданской форме ходят с факелами? Нет, конечно. В пикселе. Если идут в пикселе, это нацизма не является. Хорошо, слава богу, у нас в пикселе с факелами ходят, я это подтверждаю, но это не признак нацизма. Какой еще фактор должен быть? Когда люди известны как представители фашистующих или нацистующих организаций, как, например, правый сектор, полк Азов, которые ведут себя достаточно жестко... Хорошо, разбираем, правый сектор, полк Азов. Почему они фашисты? Ну, на Ютубе полно видео, где они издевались над пленными и так далее. Нет такого. Ну, я вам серьезно говорю, полк... Уже удалили, наверное. Пусть будет удалили, да? Хорошо. Ну, Ютуб кому принадлежит? США, верно? Да. Да. Если что-то мешает, можно удалить. А если, например, законы и власть, например, Российской Федерации требуют удалить какие-то ролики, которые не соответствуют российскому законодательству, что они делают? Игнорируют. Почему был запрещен Фейсбук и Ютуб в России? Знаете почему? Почему же? Он запрещен, потому что санкции, а это большая компания. Санкции чьи в отношении кого? В России, в России много санкций. Фейсбук Россия закрыла для... Правильно, почему? Потому что Фейсбук публиковал материалы, нарушающие российское законодательство. Какое? Ну вот, именно в той части. А может, чтобы не было альтернативы у людей? Что происходит? Ну, дело в том, что VPN скачать несложно. Ну, а это же нужно заморачиваться. Да не надо заморачиваться. Вы пользуясь VPN? Я выходил с VPN, да, смотрел. А зачем? Был это штатовская конспирология? Там было много других... Дело в том, что не бывает все либо черное, либо белое. Есть еще масса полутонных. На Фейсбуке масса информации, материалов, которые мне могут быть интересны. Что такое нацизм? Нацизм это когда представители одной нации признают остальных унтерменшими, то есть недочеловеками. Ну, это концепция. Вы говорите, что типа одна нация, она себя считает Иберменш. Это суперчеловек, да, это концепция нацизма и так далее. Хорошо. Совершенно. когда было окей, украинцы, ну, сейчас нациг должен быть. Нет, вы, вы точно не нацист. Хорошо. Вы встретили нацистов в Украине? Нет, я не встретил. Ну, у меня круг общения был либо мои сослуживцы, либо военнопленные, либо сотрудники СИЗО и конкретно сейчас лабирин. Ну, вы верите в нацистов украинского? Что он существует? ну, вот вы, грубо говоря, идеологически, идеологически переехали сюда, чтобы геноцифицировать, геноцифицировать. Какое слово? Нужно было Путину другое придумать. геноцифицировать? Эта концепция вообще, типа, непонятна. Сейчас русские сменили там это все движение, потому что это непонятно. геноцифицировать? Не согласен. Украинцы не являются нацистами. Это часть, там, какой-то процент, совсем маленький процент. Да, на Украине есть нацист, есть какой-то элемент. Все, хорошо, заканчиваю. Значит, этот, этот, этот факт несостоятельен. Правильно? Где геноцифицировать украинцев? В телке какой-то почему неправильно? Часть, какая-то маленькая часть сколько нацистов в Украине? Ну, я ну, процент. Я не могу это сказать. Я же не представитель статистических организаций. А что для Скобеева? Вот для Скобеева какая часть украинцев нацистов? Понятия не имею. Хорошо, как выглядит вот эта маленькая часть украинских нациков? Вот как они выглядят? Что они делают? Что едят? Младенцы ведят на ужин? Или там на завтрак? Давайте обойдемся без этих смешных вопросов. Ну, это жуткий. Говори. Ну, я не знаю, кто это говорит, что едят младенцев. Я, по крайней мере, такого точно не слышал, что делают шашлыки военнослужащих. Я такого тоже это может быть в качестве шутки там не очень остроумной. Ну, хорошо, как проходит день маленькой части украинских нациков? Понятия не имею. Мне это никогда не было интересного, и сейчас тем более. Хорошо, нет аргумента. Демилитализация? С 14-го года Луганск и Донецк продолжают бомбить. И за это время я слышал официальную точку зрения, что якобы за все время в Луганске и Донецкой областях погибло там чуть ли не 14 человек. Но это ложь. Там погибло гораздо больше людей. Больше, конечно. Украинская статистика говорит, что больше погибли. Там десятки тысяч погибли. Я сейчас говорю про это военные и так далее. Про Луганскую. Я военных даже не рассматриваю. Военных ни с одной стороны, ни с другой стороны. Дело военных воевать и, если так получится, отдавать свои жизни. Тут вопросов нет. Я говорю про мирное население. Когда идут обстрелы мирных городов и погибают люди, которые просто не хотят жить в составе Украины, это единственное их прегрешение. Люди не хотят жить в составе Украины. Но для меня это немного непонятно. Кто не хочет жить в составе Украины? То, что там случилось, это было при поддержке России? Украины, что случилось? Что случилось? То есть, вы верите в то, что шахтеры местные сели на танки и поехали? в Луганской, Донецкой областях жили люди, которые служили в армии. И часть из них потом Луганская и Донецкая области, это области, где много людей, имеющих хорошие рабочие навыки, в том числе ездить на тракторе. Трактористы, это готовый танкист. Туда нужно просто посадить командир отделения наводчика и оператора. Вот готовый экипаж. А то есть, вы верите, что там произошло восстание, грубо говоря, такое большое, они организовались без помощи России? Нет, Россия, конечно же, помогала. А зачем? Как зачем? Потому что явно было видно, к чему это все приведет. Прольется кровь. Какая кровь? Ну, тогда даже в 14-м году была попытка хорошо, вошла в Россию. Это уже война между Украиной и Россией, да? Которая началась в Донецке и Лугенской, правильно я понимаю? Нет, это не... Ну, как вы заговорите, Россия, если бы... США помогает, и Европа помогает Украине. Разве это? Чем? Оружием, деньгами. Сейчас, да? Да. да. Разве это становится войной между Европой и Россией? Стоп, 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 стоп. Сейчас помогают, да, дают вооружение, деньги дают. Да, это официально все. Это все официально. И Россия помогала Донецку и Луганску. Здесь американцы не воюют? Официально нет, но на Украине же известно огромное количество военных советников, которые при должностях в Пентагоне, в ЦРУ и так далее. Они не воюют, воюют только наемники, которые со всего... Сейчас их стал... Нету наемников, но здесь нету, то есть законодательства ЧВК, законодатель на ЧВК нету. Если сюда приезжают иностранцы, то они воюют в вооруженных силах Украины. Нету понятия наемник здесь. Да, вот тут я с вами соглашусь. Это еще было в июне месяце, после того, как несколько раз разбомбили места скопления, места ослаживания наемников из разных стран, которые приезжали... Нету наемников. Я как раз говорю про этот момент, вы сейчас поймете, о чем я говорю. И с того момента, чтобы избежать больших проблем при попадании в плен к России, подписывались договоры, на основании которых желающие воевать на стороне Украины оказывались военнослужащими Украины. Да, в этом смысле я согласен. Служения нету. Этого и не было. Я им серьезно говорю. Это сначала так не было. Здесь нету той законодательства. Здесь понятия наемничества нету. Ну, в Украине никогда это не было. А вот в России ЧВК Вагнера типа есть, типа нет. Как там песня, по ее там? Лето, арбалеты, сейчас Вагнера подъедут. Да, это же популярно очень. Пригожин, Вагнер и так далее. Вот эти все дела. Ну, короче, это не об этом. Я все это слышал. Да, ну, то есть, как бы, ЧВК, ну, это же ЧВК, это как бы структура. Вот мне солдат русский говорил, кто ее инструктировал, вот здесь в интервью давал, это были ЧВКшники. ЧВК. Да, это же как бы часть русской армии, да, потому что вот эта долганая пехота регулярная, да, ЧВКшники идут вперед. Они помогают. В Украине такого нет. Даже если иностранец приезжает, он официально, типа, давайте возвратимся. Демилитаризация. Ну, хорошо, там, это украинская территория, Донецк, Луганск и так далее. Вы сказали о народе. Ну, то есть, это суверенитет, правильно? Дальше. Ну, и что? Ну, собственно, народом Луганска и Донецка А есть такое понятие, как народ Луганска и Донецк? Есть такая концепция, как народ Донецка и Луганска? Ну, почему нет? Ну, они же существуют, как Луганская область, как Донецкая область. Люди... Это украинцы. Я понимаю. Это украинцы. Да. Где, ну, то есть, откуда концепция народ Донецка и Луганска? Ну, хорошо, давайте сформулируем жители Луганской и Донецкой областей. Вам часть жителей Донецкой и Луганской областей? Значительная часть. Для вас значительно, хорошо. Ну, то есть... Я уже здесь столкнулся с тем, что как бы есть, там, по крайней мере, один человек среди нас, который не хочет возвращаться к себе на родину, хочет остаться здесь, на Украине. Это его право. Русский? Нет, он луганчанин. Ага. Хорошо. Он луганчанин. Это его право. Я его даже за это не осуждаю. У него какие-то проблемы с семьей, как бы, там, отец. Хорошо, ну, демилитаризация, мы все уходим. Кого демилитаризировать здесь? Лишить возможности Украину обстреливать Луганскую и Донецкую область. То есть, убивать мирных жителей, проживающих в Луганской области. Об этом идет речь, когда идет речь о демилитаризации. Как это нужно было сделать? Захватить всю Украину? Мне неизвестны планы Путина. Я маленький винтик. Ну, я вас спрашиваю, ну, вы же, как бы, подкованы, вы должны, как бы, были понимать. То есть, ну, чтобы не обстреливать Донецкую, Луганскую область, нужно было взять всю Украину, правильно? Нет. Скажу так, сначала восстановить целостность Луганской и Донецкой областей. Хорошо. Хорошо. Какого фига лезли Киев, Херсон, Мариуполь со всех сторон? Мне планы генштаба неизвестны. Ничего, поэтому... Важный умение состоятельного. У вас аргумение не состоятельного. Почему не состоятельного? Вот, например, граница Луганской и Донецкой областей. Но вот как вы хотели через Киев зайти на границу Киев? Как вы хотели из Херсона выйти на Донецкую и Луганскую область? Скажите, уже идет... Ну, не будем считать несколько дней февраля, март, апрель, май, июнь... 200 дней недавно было. Но сейчас я не знаю, проходят ли обстрелы Донецка и Луганска, но... Какие обстрелы? Это война? Мариуполь? Центр... Центр города. Какая война в центре... Центр Донецка? Скажите мне. А в Мариуполе какая? Кто... Кто сравнял с землей Мариуполь? Я не знаю, кто сравнял. Не знаю. Так вы ехали через Марик? Я через Мариуполь ехал. Но там, где... Как вы говорите... А кто... А кто в конце взял Мариуполь? Ну, видимо, наши войска. Не видимо. русские. Зачем... Я не знаю... Зачем стреляли по гражданскими и угробили в чужой стране? Я не уверен, что... Точнее, уверен, что наши артиллеристы, наши танкисты не могли стрелять по гражданским объектам. Либо стреляли по тем гражданским объектам, где, например, на первый этаж заезжали ваши танки и по ним... Но самим смешно. То, что вы говорите. Нет, мне не смешно. Просто вы улыбаетесь, я в ответ улыбаюсь вам. Хорошо. Контрольный вопрос. Всем даю. Унитазы в России есть? Конечно. В море. В море? Да. А зачем вывозить с Украины унитазы? Телевизор есть? Все, что есть на или в Украине, все то же самое, только в большем количестве, есть и в России. А зачем это все русский солдат вывозил? Ну, я слышал о том, что кто-то вывозил, но у меня нет доверия этим сообщениям. Либо это какие-то конченые, я извиняюсь, уроды, но это может быть единичный случай, и то я вообще не уверен, были ли они вообще или нет. Русские, украинцы, братья? Русские, украинцы, братья? Этнические, да. В смысле? А зачем тогда убивают украинцев, русские? Родные братья между собой дерутся. А какая причина? Ну, мы же только что с вами обжимаем. Смешно. Нет, русские, украинцы, братья. На самом деле, вот, при обсуждении вопроса войны между братьями совсем не смешно. Нет, мне смешно, мне смешно, когда вы говорите, что украинцы и русские братья, и говорите, а что, разве они дерутся? Вы знаете, сколько народу гражданского положили русские в Украине? Не знаю. Не знаете? Очень много. А знаете, сколько женщин изнасиловали русские солдаты? Тоже не знаете. А знаете, сколько про мародерцев? Знаете, сколько миграций украинцев через русских сейчас? Более 5 миллионов выехало. К сожалению, любая война, это... В смысле, к сожалению, любая война. Вы называете русскими, украинцев братьями? Это насильство, мародерство, города сожженные, люди без тепла, крова. Из-за концепции, извините меня, как вы там сказали, деноцификации, демилитаризации, про которую даже никто сейчас в России уже не говорит, потому что люди этого не понимают. Давайте по порядку. Я по поводу мародеров. К сожалению, мародеры есть на любой войне. И ничего хорошего в этом нет. Я осуждаю мародерство как таковое. И ни один нормальный, цивилизованный человек не может. Вы осуждаете, но вы приехали сюда воевать за деньги. У вас нет идеологии, у вас была проблема с деньгами. И вы сюда приехали за вашими словами убивать братьев. Нет. За деньги. Вы приехали за деньги. Хорошо. Убивать братьев. Вот тут я с вами не соглашусь. Хотите что-то сказать русским? Да по факту мне сейчас особо и нечего сказать, поскольку я не владею информацией, та информация, которую периодически раз в день вечером мы смотрим украинское телевидение, оно не совсем достоверно, на мой взгляд. А не владея информацией, делать какие-то заявления, с моей стороны было бы глупо. Как закончить войну? Как закончить войну? Как закончить войну? Ну, вообще это вопрос не ко мне. Это вопрос, наверное, к президентам. Русские должны уйти с территории Украины? Ну, рано или поздно это произойдет. Когда это произойдет, мне неизвестно. Продолжение следует... Продолжение следует...